А стоять за этим, однозначно, мы считаем, что лидеры партии Народный фронт, потому что всему тому, что предшествовало атаки на Интер, были рейдерские попытки поменять лицензию Интера на очень, безусловно, авторитетный канал Малятка ТВ. Также были заявления господина Авакова о том, что нужно срочно с Интером разобраться, и все то, что произошло 4 сентября, это, как мне кажется, совершенно такая логичная цепь событий. И, опять же, Юрий Анатольевич совершенно справедливо сказал, по событиям 2 мая в Одессе мы помогли родственникам погибших подать соответствующие документы в ГАГский международный трибунал и в Европейский суд по правам человека. Опять же, соответственно, если власть к нам не прислушается, мы пойдем, опять же, этим путем, будем апеллировать к международному сообществу, будем апеллировать к международным юридическим авторитетным организациям. И, опять же, наша власть очень любит говорить о мнении Запада. И представители ЕС четко сказали о недопустимости таких вещей, и представители посольства Соединенных Штатов Америки, и непосредственно Госдепартамент Соединенных Штатов Америки. Поэтому мне кажется, что аргументов для того, чтобы провести власти нормальное расследование и вывести на чистую воду тех людей, о которых все знают, это, скажем, такая акция, конспирологии тут никакой нет, ее можно легко было решить, если хотите.